В 1941 году, когда Германия напала на Советский Союз, будущие артиллеристы возвращались из летних военных лагерей. По приказу Сталина все московские спецшколы были эвакуированы на восток. Школа, в которой учился Владимир Павлович, попала в Бийск, в Алтайский край. По воспоминаниям ветерана, там были тяжелые условия учебы. Школа находилась практически на самообеспечении. В 1943 году Владимир Павлович по распределению попал в Днепропетровское краснознаменное артиллерийское училище, которое было эвакуировано в Томск. Закончил он его в звании младшего лейтенанта и был направлен на фронт под Варшаву, получив в свое распоряжение 4 гаубицы, 30 человек личного состава и 2 комплекта боеприпасов. Я, конечно, очень благодарен своей стране за то, что мне дали закончить учебу. В 1943 году я это сделал. Меня призвали в армию, где я дал присягу, и направили в военное училище. Обучение в нем я закончил в конце 1944 года. Затем нас отправили в Гороховецкие лагеря, расположенные около города Горького, и осуществили выпуск. Так, в возрасте 19 лет я получил звание лейтенанта. Конечно, возраст был слишком мал для того, чтобы выпускать в качестве офицера, но таковой была дальновидная политика Сталина. Ведь он прежде всего смотрел не в настоящее, а в будущее. Поэтому для этого он готовил офицерские кадры. Он рассчитывал на то, что если Гитлер все-таки пойдет на Блицкрик, то он, как дальнозоркий человек, уже будет располагать нужными для этого кадрами. Он предполагал, что война может затянуться, и на довольно-таки длительный период времени. Мне вручили 4 22-мм гаубицы, 4 тягача, студебекера, боеприпасы к орудиям, то есть снаряды, всякие приборы, после чего отправили прямо на фронт под Варшаву. На передний край боевых действий Владимир Павлович попал в январе с началом Висло-Одерской операции, в которой принял непосредственное участие. 12 января 1945 года Красная Армия перешла в наступление, которому предшествовала мощная артподготовка. На участках прорыва огонь вели по 250-300 орудийных стволов на один километр. Получая достаточное количество боезапасов, советские орудия могли вести ураганный обстрел по типу огненного вала, который, чередуясь, переносился от переднего края немецкой обороны в ее глубину. Эффект от удара превзошел все ожидания. Это произошло потому, что немцы подтянули свои резервы поближе к передовой, и они оказались в зоне губительного огня артиллерии. Поэтому уже при первом мощном ударе наступавших сил Красной Армии оказались разгромленными не только дивизии первого эшелона, но и достаточно сильные резервы. Это привело к быстрому крушению всей системы немецкой обороны. Наличие крупных подвижных резервов обеспечило Красной Армии стремительное продвижение вперед. Русское наступление за Вислой развивалось с невиданной силой и стремительностью. Невозможно описать всего, что произошло между Вислой и Одером в первые месяцы 1945 года. Европа не знала ничего подобного со времени гибели Римской империи, писал впоследствии немецкий генерал Фридрих Меллентин. Кочетков Владимир Павлович вспоминал. «Мне довелось воевать лишь только в самом конце. Как сейчас помню, 14 января мы пошли в наступление. Проводилась знаменитая Висло-Одерская операция. Наши союзники варданнах попали в очень тяжелое положение. Немцы окружили их там и стали основательно бить. И мы, вместо того, чтобы начать наступление в начале февраля месяца, как это изначально планировалось, осуществили его на три недели раньше, в январе 1945 года. Сразу, как только я прибыл на фронт, началось наступление. В это время на нашем направлении было создано девять оборонительных полос. Их мы и преодолевали. Дошли до Люблина, потом до города Франкфурт на Одере. В конце февраля, когда мы достигли пределов реки Одер, нам было приказано остановиться и окопаться. Одним словом, нам дали немножко отдохнуть. Но уже 16 апреля мы пошли в наступление на Берлин. Следующим этапом наступления стала Берлинская операция. 16 апреля 1945 года войска Красной Армии пошли в наступление. За этот бой Владимир Павлович получил свою первую боевую награду. Медаль за отвагу. 2 мая Берлин был взят, и по приказу Ставки войска продолжили продвижение дальше, на запад. 2 числа мая месяца наши войска взяли Берлин. Мы прошли южнее его и вышли на восточную окраину города. Довелось нам побывать и у Рейхстага. В этом районе находились 3-я ударная армия и 5-я армия. Наша же 33-я армия шла южнее, юго-восточнее Берлина, около самой его окраины. Нам тогда, помню, приказали окружить немецкую группировку, в которой насчитывалось 220 тысяч человек. За это у меня, между прочим, имеется благодарность от верховного главнокомандующего Сталина. Ведь мы окружали эту группировку вместе с войсками 1-го украинского фронта, который шел с юга. В ходе боев, когда мы окружали эту группировку, нам удалось уничтожить около 80 тысяч гитлеровцев. Остальных мы пленили. Кроме того, захватили 1700 машин и так далее. В общем, взяли трофей. Если бы эта группировка сумела прорваться в центр Берлина, то крови было бы пролито гораздо больше. Пришлось бы очень трудно. День победы ветеран встретил на Эльве. В это время мы как раз стояли на берегу Эльбы, где развернулись со своими орудиями. Вдруг, ранним утром, часов 4 или 5, началась стрельба. Мы выскочили с правой стороны. Я приказал в эту сторону развернуть орудие. Вдруг началась стрельба и с левой стороны. Что такое, думали мы. Что случилось? Наверное, на нас напали немцы. Мы поступили таким образом, что развернули два орудия в одну сторону и два орудия в другую сторону. Но в нашу сторону никакого движения не наблюдалось. Тогда я вызвал одного солдата-разведчика и сержанта. Они пошли вперед. Потом бегут обратно и кричат. Конец войне! Это был салют! По случаю победы мы стреляли из всех видов оружия. Из всего того, что у нас имелось. Из пистолетов, из карабинов, из всего остального. Так мы встретили окончание войны с Германией. Свои послевоенные годы он также посвятил воинской службе, пока в 1976 году не уволился в запас в звании полковника. О Владимире Павловиче опубликовано много статей и заметок в родных газетах. Потому что, несмотря на начало своей фронтовой деятельности в начале 1945 года, он мужественно боролся с захватчиками и всю свою жизнь посвятил служению Отечеству. 17 ноября 2020 года ветеран Великой Отечественной войны Владимир Павлович Кочетков отметил свой 95-летний юбилей. Уважаемый Владимир Павлович, дорогие наши ветераны, низкие вам поклоны, бесконечная признательность за все, что вы сделали для Родины и нашего мирного будущего. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok